МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех на своем канале Орхидея от Татьяны. Сегодня я хочу вам рассказать, чем я подкармливаю свои цветочки, когда негде купить удобрения. Еще же карантин везде, а удобрения купить негде. А подкормить надо. Цветущие орхидеи я никогда не подкармливаю. Вот эту Леодору я уже давно не подкармливаю, так как она выпускает цветонос за цветоносом. Вот эта новая она пустила, цветоносик. А это два продолжают расти. Дендробиум я не подкармливаю. А сейчас покажу, какие орхидеи я подкормила. И как они отозвались на эту подкормочку. Эту тоже я не подкармливала. Это цветет еще с Нового года. До Нового года начало цвести. И цветет это восковичок. Очень красивая, замечательная орхидеечка. Видите, как она нежная. Но она меленькая. Мультифлорка. Это не меничка, но очень красавица. Вот эту орхидейку я хочу сегодня подкормить. Она опустила очень много бутонов на цветоносе. Видите, разветвления много. Вот сюда опустила. Аж за эту. И они уже набрякли. Еще можно подкормить. А когда она уже распустит цветочек, то в этот момент уже не нужно ее подкармливать. Сегодня я вам хочу рассказать, чем я подкармливала и как я добилась таких результатов. Без удобрений. Вот эту свою орхидейку я подкормила этим средством полтора месяца назад. И она интенсивно начала выпускать цветонос. Смотрите, какая корневая у нее. Я ее держала. Я купила ее в Амхен. Она не хотела расти. Я боялась, что она начнет пропадать. Мох выбрала. Это азиатская орхидейка. На дно горшочка поставила керамзит. Вовнутрь керамзит налила водички. И край горшочка у меня вот так пьет водичку. Двойной горшочек получается. И я ее подкормила всего два раза. Ну, то есть один раз в неделю. И смотрите, какие результаты. Здесь она, смотрите, какие-то, какие длинные пускает цветоносики. Видите? Резко она начала расти. Здесь распустила свои цветоносики. Этот сегодня она открывает цветочек. Этот вечером открыла. Сейчас я ее больше подкармливать не буду. Так как она уже распустила цветочек. Листики тоже она начала наращивать после того, как... После подкормки этой. А подкормила я очень легким средством. Сейчас покажу еще вот этих своих... Групповую подсадочку. Один раз я подкормила. Даже не два. Эту орхидейку два раза я подкармливала. А эту один раз. Смотрите. Листочек заметно увеличился. Средний. Средняя орхидейка тоже. Листочек нарос. И эта. Групповая посадочка. Отлично. И посмотрите, что она мне выдает. Она выдала мне цветоносик. Видите, как начал расти. Сейчас не видно. Фиксирую. Так. И этот цветоносик вот начал просыпаться. Почечка просыпаться. А этот средний пока хотя бы ожил. И зато спасибо. Это была поломанная орхидейка. Реанимашечка. Это тоже была Реанимашечка. У меня есть видео, как я ее спасала. А эту я купила у Циненочку. И получилась такая прекрасная групповая посадочка. И они меня благодарят. Видите, пошли в рост. Все у них нормально. Посадила я их в кору. На автополив. Видите, вот веревочки такие торчат. Уже водички пора добавить. Но сегодня я хочу полить их удобрением. Сейчас я вам расскажу, как я делаю это удобрение. И сразу же полью. И вы все увидите на своих глазах. И вот эту орхидеечку я купила Реанимашечку. И она тоже, видите, какой красивый. Пускает длинненький цветоносик. Я не знаю, Реанимашечка наилю. Просто у Циненочка. Но она по хорошей цене. По 60 гривен, по-моему, я за нее дала. Вот азиатская. Я ее еще не пересаживала. Видите, какая. Ну, удобрением я не пользуюсь. Сейчас покажу, чем я пользуюсь. Я пошла в аптеку. В аптеке у нас сейчас работают. И у них все есть. И купила всего два компонента. Можно было больше, но что-то купила два. Витамин В12. Видите, две ампулки не хватает. Я два раза только использовала. А я не показывала вам. Думала, дождусь результата. Если получится, то буду показывать. В видео не получится. Возьму другие удобрения. И витамин. Сейчас покажу. В6. Берем литровую баночку воды. Вода у меня с фильтра. Так как у нас в воде очень много хлорки. Сейчас убивают бактерии. Сейчас вообще добавили хлорку. Хлорированную воду делают в Одессе. А она прям пить невозможно. Ну, не важно. Мы пьем, конечно, кипяченую воду. Но хотелось бы сырой. Иногда с фильтра хочется попить. Но тоже сейчас опасно и с фильтра пить. Я взяла термометр. Хочу померить, показать вам, сколько градусов я беру водичка. Вот сейчас 22 градуса в квартире. 22,8. А какая у меня вода? Градусы сейчас померяю. Я беру теплее, чем комнатная температура. Я немного добавила из чайника воды. Для того, чтобы было приятнее корням. До 35 доходит градусов. Это нормальная предельная температура. И стараюсь поливать этими витаминками вечером. Так как они на солнце распадаются. Или как это говорится, разлагаются. Неважно. Короче, нужно вечером удобрять. Вот 33,8. Еще поднимается. Ну все, уже начала медленно подниматься. Ну пусть постоит. Ладно. Берем ампулку. Я покажу, как я делаю. Ампулку. Немножко постучала. Она легко открывается. И беру ампулку витамина В6. И все это смешиваю в одной упаковочке. Видите, здесь тоже 2 не хватает. Вот я купила одновременно, чтобы пользоваться своими витаминками для своих любимых архидушек. Все, 34,2. Больше не буду ждать. Там она уже практически не поднимается. Этот термометр у меня пищевой. И теперь беру эту ампулку. Все вытрушиваю в литровую баночку. И вторую. В12. Этим удобрением я поливаю. Больше ничего не добавляла. Результат видно на лицо. Можно было бы добавить В1 еще, В3. Это тоже неплохой коктейль витаминный получается. Но так как я не купила, не буду добавлять. В следующий раз куплю, добавлю. Так, возьму вот деревянная палочка у меня есть от орхидейки. Размешаю. И начинаем удобрять мои орхидеи. Вот эту цветущую я удобрять не буду. Она и так прекрасно уже зацвела. Показала красоту свою. Посмотрите, какой красивый цветочек. Этот открывается темный-темный такой. Она умничка. Это все произошло буквально полтора-два месяца. Не было цветоносов. Затем они пустили резко. И сегодня открылся второй цветочек. Так, начнем с этой орхидеи. С композиции. Эту композицию я поливаю. Вот так отодвигаю в стороночку. И наливаю по краю. Видите? Водичка заполнила нижний отсек. И чуть-чуть выше. На один сантиметр. И за счет этих ленточек орхидейка напьется. И все ей хватает. Сверху я не поливаю, так как боюсь загнивания. Она так прекрасно себя чувствует. Растет. Все у нее хорошо. Не буду вмешиваться. Лишнего добавлять. И сейчас вот эту орхидеечку удобрю. Так как на ней еще бутончики маленькие. Чтобы она больше набирала свои бутоны. И количеством, и качеством ее можно удобрить. Эту орхидеечку я налью в стаканчик. И просто оставлю ее. Она сама напьется. А здесь на полочке у меня стоят реанимашки. Их удобрять нельзя. Так как у них слабенькая корневая система. Правда вот эта реанимашка окрепла у меня. Сейчас покажу. Это прошлый раз я снимала видео. Я посадила ее в керамзит. А у нее были полностью сухие корни. И листики как тряпочка. Посмотрите как она себя прекрасно чувствует. Сейчас покажу название. Black Strips. 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 Эту я показывала орхидейку. У меня есть видео на канале. Можете посмотреть. Вот посмотрите как она цветет. Немножечко где были поврежденные края. Она начала их засушивать. А так все в порядке. Видите поврежденная. А так плотненькая красивая орхидеечка. Кончик. Как была эта почечка. В таком хорошем состоянии. Так она и есть. Смотрите какой усик здесь интересный. Закручивающий. Такой интересный. В общем орхидеечка себя прекрасно чувствует. И эта орхидеечка себя прекрасно чувствует. Которая розовые края. Я говорила она крашенка. Нет не крашенка. И действительно она не крашенка. Никто меня не обманул. Красавица прекрасная. Она у меня растет в пенопластовых кубиках. Я ее порезала. И на автополиве. Это пенопласт тоненький. Конфеты выкладывают в него. Там темные я порезала. И светлые. И у меня немножко не хватило. Я поставила сухой мох сверху. Ей тоже все нормально. Видите. Продолжать свисти. Лист какой красивый нарастила. Замечательный. Желтую свою красавицу я удобрять не буду. Так как она цветет. Если я ее удобрю. Она начнет засушивать цветоносики. Цветочки свои. Сейчас покажу, как чувствует себя орхидейка. Вот эту орхидейку я тоже два раза удобрила. Сейчас хочу ее еще раз удобрить. Для того, чтобы она побольше набрала бутончиков. И продолжила цветение. Посмотрите, какой она посадки. Она посажена у меня в керамбир. И так как огромные листья здоровенные. Я поставила такие камни. Они тяжеляют горшочек. И он не переваливается на бочок. Сейчас я хочу ее тоже немножко удобрить. Там на дне есть водичка. Но я ее солью. Налью другое. Я ее держу на системе. Мокрые пяточки. Вот я слила водичку. Пустой абсолютно поддончик. И сейчас я ей налью водички. По краюшку горшка наливаю воды с удобрением. До того уровня, чтобы на дне горшочка показалась вода. Все. Видите? Больше поливать не надо. Эту орхидейку я больше не поливаю. Теперь хочу вам показать еще одну орхидейку. Это орхидейка Поттер. Я ее тоже удобряла. И посмотрите, какой она огромный. Пустила цветонос. Ой, что-то на ней липкие листики. Что-то может быть. Посмотрите, сахарные. Пустила. Липкая в руках. Надо к пчелам ее вынести. Пусть мед соберут. Сегодня я ее тоже удобрю немножко. Удобрю. По краюшку горшка. В серединку я не льду. Наливаю, чтобы на дне показалась вода. Поттер это тоже очень красивая. Орхидейка. Она мощная. Цветонос она мне пустила. И вот что-то еще пускает. Какой-то пыльтик. Ой, и тут корешочек пускает. И листочек красивый она пустила. Длинный. Смотрите, какой огромный. Хорошо. У нее все в порядке. Воздушных корней много. А это орхидейка пульчерема. Тоже она, посмотрите, как красиво пошла в рост. Сколько молодых корней. Значит, ей подходит такое удобрение. Тоже ее слегка по краюшку горшка. Я их не балую сильно. Я их не замачиваю. Чуть-чуть полила. И все. И оставила. Вот так вот они у меня живут. На окошке без подсветки. Без ничего. Еще одну вот орхидейку покажу. Я ее в керамзит посадила. Керамзит меленький. Такой красивенький. Сверху мох зеленый из лесу. Смотрите, какой она мощный круглый лист выпустила. И выпустила огромный цветонос. Толстый такой. Вообще. Значит, у нее все в порядке. Раз ей все нравится. Чуть-чуть добавим ей удобрения. Тоже держу ее на системе. Мокрые пяточки. Но это горшочек с автополивом. Надо дно помыть. Видите, керамзит чуть-чуть намок. И она будет пить. Больше ей не даю. Этот мох абсолютно сухой. Даже если он будет неживой, он мне служит для того, чтобы не испарялась влага. Вот конденсат есть в горшочке. У нее все в порядке. Но это видно по растению сразу. Так как она выпускает цветонос и растит новые листочки. И вот еще одна архитейка. Посмотрим ее. Обследуем. Вот она тоже пускает мне цветоносик. И корешочки молодые. Посмотрите, какая красота. Молодые корни и цветоносик. И этот цветоносик продолжает расти. А лист какой красивый пустила. И сейчас мы ей тоже добавим этого удобрения. По краюшку горшка. Все. А остальные орхидеи я удобрять не буду. Так как они цветут. И дендробиум. И леодора. Эти орхидеи удобрять не буду. Сегодня у нас была тема, как удобрить растения. Когда нет возможности пойти в магазин и купить удобрения. Ну, аптеки всегда открыты. Можно и купить аптечную продукцию. И удобрить неплохо растения себя чувствуют. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь на моем канале. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok